добрый день дорогие друзья пришло время нашего урока ну и как всегда небольшая пауза прежде чем убедиться что мы соединены что мы властвуем над интернетом а не он над нами поэтому несколько буквально несколько секунд паузы и мы ожидаем может быть за это время появится какой-то человек уже с нами который может быть скажет насколько хорошо или плохо мы выглядим в сети так вот есть здрасте смотрит добрый день значит дорогие мои тот кто с нами подсоединился просто скажите если не слышно там не видно размыто невнятно непонятно просто вот напишите что как все отлично отлично хорошо ну тогда начнем сегодня у нас двадцать двадцать седьмой день месяца вот смотрю на календарь двадцать седьмой день месяца и я и это канун праздника который называется у нас йомер ушелаем день иерусалима то есть день освобождения объединения иерусалима и это послужило для меня поводом для того чтобы мы сами немножко поговорить об этом замечательном городе о городе иерусалиме если у появляется по ходу дела какие-то вопросы можно будет мне задать написать спросить я постараюсь вам ответить иерусалим понятно что когда мы произносим это имя то по существу мало у кого возникает какие-либо вопросы для это странно вот тут так как раз и должны возникнуть вопросы потому что это город понятно что это город понятно что он находится в израиле понятно что он является ну а в этом не все кстати знают что он является столица израиля 49 года все думают что у нас столица это тель-авив поскольку когда передают прогноз погоды за рубежом всегда вот столицу помещает она смещает тель-авив Но у нас столица Иерусалим. Так вот, в 1948 году, когда была война, то, что называется, война за независимость, вот эта вот первая война была после объявления Израиля государством, то, как известно, Иерусалим был поделен на две части. Одна часть, восточный и старый город, были во власти Иордании, и западная часть, то есть новый город, они были во власти Израиля. И вот в 1967 году известная война, шестидневная война с 5 июня и далее, шесть дней по 11 июня 1967 года. Вот тогда как раз и был освобожден весь Иерусалим. И 7 июня он был освобожден, и он стал единым городом, единым неделимым в столице города. Правда, это было принято немножечко позже, в 1980 году. Но, по крайней мере, вот с той поры всегда вот этот вот день, 28-й день месяца ияр, всегда отмечается как день объединения Иерусалима, день освобождения Иерусалима. И вот мне по этому поводу захотелось поразмышлять на тему. Почему Иерусалим так важен для еврейского народа и для нашей религии? Почему он так важен? Ну, я не буду говорить банальности. Понятно, что Иерусалим – это святыня в иудаизме. Ну, надо разбираться, что это такое. Ну, он святыня не только в иудаизме, и в христианстве, и в исламе. Эти две религии тоже воспринимает этот город как священный для себя город. Ну, в связи с теми событиями, которые там происходили, или идеология, которая связывает ту или иную религию с этим городом. Мне интересно понять в иудаизме, в нашей религии, почему этот город настолько важен. Он действительно важен, поскольку, когда мы ушли в изгнание и непрерывно молились, мы всегда молились в сторону Иерусалима, и всегда в молитвах ежедневно мы просили, чтобы этот город был отстроен, и чтобы мы туда вернулись. Мы всегда об этом просили в течение всего времени изгнания. Ну, и вот, наконец, это случилось. Помните, знаменитый крик Мотигура, там, храмовая гора в наших руках, все нормально, мы освободили этот город. Итак, вопрос, почему в иудаизме Иерусалим имеет такое значение, такое неприходящее значение? Надо вам сказать, что название Иерусалим в Таре, вот полное название Иерусалим в Таре, не встречается ни разу. Не удивляйтесь, но это так. А в Священном Писании, я имею в виду в Танахе, в книгах пророков, в Писаниях, да, действительно, очень часто встречается, было подсчитано 640 раз. 640 раз в то, что называется Микра, в Священном Писании, но не в Таре. В Таре названия Иерусалим нет. Правда, там есть другие названия, которые намекают на это название, да. Например, Малкицедек, царь из города Шалем. Случай, когда вот Авраам победил там 4 царей, которые напали на 5 царей Мертвого моря. И тогда навстречу ему вышел вот этот самый Малкицедек из города Шалем. И, естественно, комментаторы тут же говорят, что город Шалем – это город Иерусалим. Ну, это комментарий. А вот в чистом виде, вот так вот, чтобы миме было, вот нет этого, нет. Так что в Таре этого имени вот открыто не встречается. Хотя в Писании, опять-таки, повторяю 640 раз. Итак, давайте поймем, что для нас в этом вопросе важно. Важно вот что. Что когда Всевышний создал человека, многие считают, что человек – это часть природы, это органическая часть природы. Ну, хорошо. Вот я лично так не считаю. Я считаю, что, конечно же, человека и природу связывают. Имеется в виду, природа – это материальный мир, вот этот физический, биологический мир. Конечно же, много нас связывает. И мы не то, что мы часть природы. Мы несем в себе много элементов природы, очень важных. Но мы не часть природы. Вот в чем дело. Очень простой ответ. Все, что является частью природы, может спокойно существовать в этой природе, выживать в этой природе. Ну, вот я предлагаю такой эксперимент – поместить человека в какую-то часть природы. Самую любви. Он может выбрать сам эту часть природы, но только в природу. Ну, и если он не имеет навыков, вот, посмотрите, как долго он продержится в этой природе. Конечно, если у него навыки есть, то он может продержаться в любой природе, хотя какие-то там питье, еда у него должны быть. Но человек должен построить свой мир. Он использует природу для того, чтобы строить свой мир. И мне-то кажется, что наиболее точно можно сказать, что мир человека – это город. Это на самом деле город. Город в широком смысле этого слова. То есть там, где есть дом, в котором он живет, там, где есть люди, с которыми он общается, где есть инфраструктура, которой он пользуется, еда, транспорт, защита. Все это связано именно с тем, что мы называем город в широком понятии этого слова. Ну, и хочу вам напомнить, что первым строителем города был никто иной, как Каин. Каин. Каин, землепашец Каин, который после преступления, совершенного им, не мог пользоваться плодами земли, земля просто его не кормила. Он вынужден был впервые построить город. Поэтому на самом-то деле город построил Каин. И природа человека – это… Он человек – городской житель, так скажем. Поэтому для нас город – это очень важно. Это очень важно. Надо вам заметить, что когда мы были в Египте, я имею в виду в Изгнании, там вот, ну, находились там долгое время, и когда уже там нас закабалили, в рабстве мы были, мы не все время были там в рабстве, то чем вы там занимались? Мы не строили пирамиды, мы строили города. Вот евреи еще вот в Египте были градостроители, надо сказать. Вот два года города, сказано, Питом и Рамсес – это то, что мы строили. Вот умели это делать. Поэтому город, как таковой, очень важен в нашей религии, мне кажется, что наша идеология как раз и утверждает, что мы на самом-то деле обитаем в городах. В городах. И города определяются, есть разные типы городов, согласно религии. Город в земле Израиля, вне земли Израиля, город окруженный стеной, не окруженный стеной, и все они имеют определенный уровень святости, и об этом все сказано. Вот есть трактат Келим, там это все буквально перечисляется, что земля вне Израиля имеет святость ниже, чем земля Израиля, а в земле Израиля город, который окружен стеной, имеет святость выше, чем тот, который не окружен стеной, и так далее. И потихонечку мы с вами придем к тому, что Иерусалим имеет наивысочайшую святость, а в Иерусалиме храмовая гора, самую высокую святость, а еще выше это храм и святая святых храма. Вот это уровни святости, которые его, собственно, говорят. И когда мы выходим из Египта, то есть когда мы вышли для того, чтобы служить Всевышнему, Всевышний нам четко и ясно сказал, вы должны построить храм, и тогда я буду среди вас. Постройте мне храм, и я буду обитать среди вас. Вот этот вот пункт для меня, на самом деле, в моих рассуждениях достаточно важен. Нужно было найти, ну там, про пустыню мы не можем сказать, нужно было найти место, потому что храм был построен, он был передвижной, но, в принципе, там, где будет храм, там Всевышний будет обитать среди нас. Итак, возвращаюсь к первому вопросу. Почему так важен город Иерусалим? Надо вам сказать, что в нашей традиции, по крайней мере, и в Мидрашах, и в Талмуде, Мидраш Танхумар нам об этом говорит, и Талмуд Йома, там говорится о том, что Всевышний начинает свое творение с одного камня. Он говорит, что есть такой камень, который, видимо, он создает, и этот камень называется Эвенаштия, или камень основания мира, и там еще дискутируется, почему он так называется, потому что от него основан мир, то есть сначала вот этот камень Аштия, а потом от этого камня, или на этом камне, или вокруг этого камня. Но камень является основой основ, основой основ вот всего мира. И дальше начинает этот мир строиться. Так вот, возникает вопрос, интересный вопрос. А где, собственно, этот камень находится? Где он находится? Может быть, он чем-то помечен в нашей традиции, в нашей истории, в нашей религии? Ответ – да, конечно, конечно, он помечен. И об этом говорится, например, в жертвоприношении Ицхака. Когда Всевышний говорит Аврааму, возьми своего сына Исаака и пойди в то место, которое я тебе скажу, и в этом месте принеси вознеси своего сына в жертву, которая называется Ола. Ола – всесожжение. И вот он его берет, он идет, и он идет три дня, как известно, и он добирается до этого места. И вот на самом-то деле наша традиция утверждает, что то место, где это было совершено, и есть там, где находится вот этот самый Эвенаштия – камень основания мира. И когда он установлен, известно, что это все написано, что Всевышний останавливает Авраама, он не приносит сына в жертву. Сказано так, что Авраам произносит, что на этом месте, на этой горе будет узреется Всевышний, увидится Всевышний, проявится Всевышний. Так вот, на самом-то деле, наша традиция очень мощно и прочно связывает Эвенаштия, камень основания мира, с историей жертвоприношения. И в дальнейшем, когда мы будем читать про историю Якова, когда Яков убегает к Лавану, он там наткнулся ночью на что-то, устроил себе там спальное место, спал, ему сон замечательный вот виделся с ангелами, снующими по лесу сверху и вниз. И когда он встал, он тоже назвал вот это место, он там собрал камни, там камень воедино, все слилось, целая история, и он сказал, что вот это место, это страшное место, видимо, здесь дом Всевышнего. И нашему мудрецу утверждает, что это одно и то же место. То есть, место, где была попытка принести в жертву Ицхака, и место, где приснилась Якову лестница, это одно и то же место, и это место Эвен Аштия. Эвен Аштия. И в дальнейшем книге Шофтим, в самом конце второй книги Шофтим, когда рассказывается история царя Давида, царь Давид, по существу, он реально, ну он второй царь, да, первый царь был царь Шаул, но царь Шаул, он жил у себя дома, он жил там, где была его столица, да, он был из колена Бениамина, и он жил там, где его город был. Царь Давид был из колена Иуды, и он жил тоже у себя дома, он жил в Хевроне, Хеврон столицы колена Иуды. Так вот, когда Давид должен был стать царем всех колен, он искал место, которое можно сделать столицей, и он выбрал вот этот город Евус, город Евус, который территориально относился к колену Бениамина, но не был захвачен этим коленом, потому что, ну, видимо, никакого интереса он не представлял, потому что город в те времена, по крайней мере, должен был обладать определенными качествами, для того, чтобы, ну, захотеть его завоевать. Он должен быть рядом с источником воды, он должен быть на пересечении важных дорог, он должен хорошо защищаться, быть в такой местности, где можно его защитить. Видимо, вот этот самый Евус не обладал этими качествами, поэтому, да, мы сюда пришли, мы расселились, но никто этот Евус не завоевывал, там эти Евусеи так и продолжали жить. И вот когда возник вопрос, где же сделать объединенную столицу всех колен, вот Давид выбрал этот город, поскольку этот город никому не принадлежал. Хотя территориально он, опять повторяю, колену Бенемина принадлежал. Он его завоевывает и живет там. И вот тогда, на самом деле, это по существу 11 век до нашей эры, тогда возникает вот столица Иерусалим. Иерусалим. В дальнейшем описано, что в конце книги Шофтим, второй книги Шофтим, описано, что Давид покупает у местного жителя Аравны вот этот вот холмик. Вот действительно холмик, хотя он невысокий, он там примерно 743 метра, по-моему, ну, чуть больше 700 метров. То есть вокруг горы повыше, чем он. Допустим, город Суфим или Масленичная гора, или гора наблюдателей, где университет сейчас, они выше, чем вот эта, называется, гора море. Ну, вот указано, что вот это место, вот здесь будет храм, и Соломон, сын Давида, строит там храм. То есть получается так, что и как раз это было то самое место, где Эвенаштия, где камень основания мира. Получается, что эта гора, собственно, и есть самое важное место в Иерусалиме. И что Иерусалим нужен для того, чтобы там помещался храм. Потому что там есть этот Эвенаштия, там есть камень основания мира. И он сейчас есть, он в Иерусалиме есть. Если кто-то из вас когда-то бывал в Иерусалиме, то наверняка видел вот этот золотой купол, вот такого, ну, не мечети, но мечети на храмовой горе, то, что называется, вот золотой купол в центре города. Он расположен прямо над этим камнем. Прямо над этим камнем, который называется Эвенаштия, и на котором просто вот была святая святых, первого и второго храма. Получается, что город Иерусалим, он не сам по себе важен. Потому что город Евус там 300 лет никому не нужен был. Мы туда пришли, мы завоевали это место, но город Евус никому не нужен был. А вот когда там возник храм, вот это стало важно. То есть Давид завоевывает это место, звать его Иерусалимом, и его сын Шломо строит там храм. Вот, значит, мы пришли к выводу, что самое важное в этом городе – это вот этот самый камень основания мира и тот храм, который должен был быть там построен, и он был там построен. И существовал достаточно долго. С, по-моему, 950 год до нашей эры был построен Соломоном храм, ну и разрушен он был римлянами в 70 году нашей эры. Ну, уже разрушен второй раз. Первый раз он был разрушен на выходных с эрой, в 586 году до нашей эры. Значит, ценность Иерусалима заключается в том, что там есть этот камень основания мира и там есть храм. Но, если с 70-го года храма нет, как быть тогда? И тут я специально приготовил книжечку. Книжечка называется «Танах». И я хочу вам процитировать здесь один стих из книги Диврей Гайямин. Ну, «Хроники событий» – это самая последняя книга писания. самая последняя книга писаний. Это, потом вы можете посмотреть ее более внимательно. Я говорю, значит, книга Диврей Айямин, вторая книга. Вторая книга. Дальше второй, вторая глава. И там, по-моему, третий-четвертый стих. Да, третий стих. Там рассказано о том, что когда Соломон задумал построить, решил строить храм, он обратился к царю Хираму. Царь Хирам, который жил на севере, в Ливане, потому что ему понадобился строительный материал, ливанский кедр. И вот он решил у царя Хирама приобрести этот ливанский кедр, плюс еще там у него хорошие специалисты, видимо, были по обработке дерева. И вот он ему сообщает, вот в частности, что вот я собираюсь построить храм, в котором будут приноситься всякого рода жертвы Всевышнему, причем они будут приноситься навсегда, то есть всегда. Да, да, это написано «Леулам зод алисраэль». И это навеки обязанность Израиля. «Леулам зод алисраэль». Вот это вот слово очень важно. Важно, что навеки, навсегда, это закон Израиля, Израиль обязан приносить жертвы Всевышнего. Тогда у меня вопрос. Если уже с 70-го года новой эры храма нет, а жертвы не приносятся, и храмовая гора есть, камень вот этот, есть основание мира, но мир же уже основан, но жертвы не приносятся, может быть, утрачена ценность Иерусалима? Мы же говорили, что главный в Иерусалиме – это храм. Храма нет. Почему же мы так упорно продолжаем говорить про Иерусалим? И вот тут вот интересный момент. Если мы посмотрим на слово, на это название, Иерушалим, на еврите, как оно будет написано, Иерушалим, там в конце две буквочки, Ют-Мем, Ют-Мем. Ют-Мем две буквочки означают множественное число. Потому что Иерусалим, в переводе на русский язык, это единственное число. А Иерушалим – это множественное число. Это два. Так же, как, кстати, и Мицра-Им, Мицра-Им Египет, да? Тоже два. Всякое Ют-Мем в конце – это множественное число. И вот тут вот интересный момент. Я сказал, что название города встречается в Писании 640 раз. 640 раз. И что интересно, в абсолютном большинстве случаев в Писании этот город пишется без последней буквы Ют. Читается Иерушалим. Как всегда читается. Но этой буквы Ют там не написано. Это называется ктав-хосер. Есть такое понятие у нас, что есть слова, которые написаны неполным написанием. То есть, какие-то буквы отсутствуют. Ну, мы знаем, что в ибрите там гласные буквы не написаны, они огласовками добавляются. Но в Тарине нет огласовки. Там же нет огласовок. Мы должны знать это слово. Огласовки потом появляются. Так вот, в Священном Писании вторая буква Ют отсутствует. Написано Иерушалим ламэд мэм в конце. Не ламэд ют мэм, как мы теперь привыкли, а ламэд мэм. То есть, там нет двойственности. А когда возникает двойственность? Как ни странно, после разрушения храма. Вот уже в книгах, допустим, более поздних, мы не говорим про книги пророков. Нет, там нет ют. А более поздняя литература, уже там Иерушалим написан ют мэм. И как раз, ну вот, плюс-минус в эпоху после разрушения храма. После 70-го года Первой эры. Почему? Странно. Почему возникает это ют и превращает название во множное число? В Талмуде есть такая история, рассказывается. В Талмуде сказано, что вот этот камень, который был построен, взят, вот этот камень основания мира, он был внизу, и такой же камень был бейльюнин, вверху. и что есть два храма. Что был храм сверху и есть был храм сверху и снизу. И что в верхнем храме все время Михаэль, написано, самый главный из ангелов, он приносит жертвы. То есть, жертва приносится внизу, и в это же время Михаэль приносит жертву вверху. То есть, это происходит все одновременно. Одновременно. И представьте себе, что когда он приносит внизу овечку, то Михаэль приносит ту же овечку, но огненную, быка, но огненного. То есть, все те же сущности, только другие огненные. Огненный образ, образ, это образ, конечно. Ну вот внизу убирается храм. Его нет. Тогда что же приносит жертву наверху? И сказано, что приносится в Тософот, там в объяснении к этому отрывку сказано, что главный ангел Михаэль приносит в этот момент на жертвенник души праведников. Души праведников. То есть, по существу, этот процесс жертвоприношения вверху всегда происходит. И вот, когда возникает двойственность юдмэм, когда внизу жертвенник разрушен, храма нет, сразу возникает множественное число названий этого города. То есть, мне это говорит о том, что вовсю заработал жертвенник наверху, причем не огненные ягнята, как полагают одни из комментаторов, а именно души праведников. Души праведников приносятся в жертву. И получается, что Верхний Иерусалим, а Иерусалим всегда существует из-за храма. Значит, Верхний Иерусалим, видимо, тоже существует из-за Верхнего храма. Верхний Иерусалим всегда продолжает существовать. Нижний, то есть, как бы, вот его отпечаток, его оттиск материальный, он тоже существует. Он, конечно, не в полноте своей, поскольку Шалем, Иер Шалем, Шалем, Шлемут, полнота, гармония, это относится только тогда, когда есть храм, так Верхний всегда он Шалем, он всегда в гармонии. А Нижний, получается, что нет. Нижний, получается, что не в гармонии, но на самом деле он остается значимым. Он остается значимым. Почему? Потому что жертвоприношения не прекращаются. То есть, по нашей традиции жертвоприношения не прекращаются, они продолжаются, и поэтому устойчивое существование Верхнего Иерусалима предполагает, что внизу даже разрушенный, недостроенный он есть. Он есть. И он для нас очень важен. И когда мы, даст Бог, достроим этот храм внизу и начнем приносить жертвы, я думаю, что это должно случиться, потому что без этого невозможно окончательно исправить этот мир, тогда вот этот шлемут, полнота, гармония, они наступят. И Верхний Иерусалим, и Нижний, они будут соответствовать друг другу. Но при всем при том, значение Нижнего Иерусалима не уменьшается. И поэтому мы молимся в эту сторону, мечтаем об этом городе, мы говорим об этом городе, потому что мы понимаем, что сущность храма существует. Цена этого существования души праведников очень велика, но он существует. Он существует. И поэтому этот город для нас настолько важен. Он сущностно важен. И потом мы понимаем еще одну вещь. Понимаете, вот сказано у пророка, по-моему, у пророка Исаи, да, у пророка Исаи сказано, и я тут даже выписал, это вторая глава, третий стих, что в конце, в конце, по существу, многие народы, многие народы, они придут на гору Всевышнего в дом Бога Якова. И, значит, вот эти вот многие народы, это по существу, я так думаю, эпоха прихода Машеха, и когда Единобожье станет, ну, для всех достаточно актуальным, и все примут Единого Всевышнего. Вот это вот есть то, о чем говорил пророк Иеремия. То есть, Иерусалим, он обязан быть, и он обязан быть, иначе, куда придут многие народы? Им некуда будет приходить, потому что на гору Всевышнего в дом Бога Якова это тот самый дом, который построен на камне основания мира, то есть, Иерушалаем, двойной, верхний и нижний, в конце, Юдмэм. Вот, вот, вот почему настолько значим этот город, этот город. Есть еще один очень интересный вопрос, почему же в Тареон ни разу не упоминается, да, сказано, и пойди в то место, которое я тебе скажу или укажу. Наверное, потому что это место, оно должно быть мною создано, то есть, я должен быть готов к этому месту. Если мне скажут, там, пойди вон туда и возьми то, я знаю, куда мне идти и знаю, что мне брать. А если мне скажут, вы знаете, как в маленьком цветочке, нужно идти до тех пор, пока ты не созреешь до этого аленького цветочка. Он где-то там есть, но ты, чтобы его найти, должен быть готов к этому. Так же Иерусалим. Иерусалим, он существует, особенно для Авраама, но Авраам должен быть готовым ко встрече с этим городом. поэтому всем, кто вот, всем, всем вот, и стары людям, им не говорилось, где это. Они должны были быть внутренне подготовлены к этому. Мы уже, их наследники, знаем это место, но они нет. Они себя готовили ко встрече с этим местом. Пойди туда, где я тебе скажу. Скажу тогда, когда ты будешь готов. Вот, я думаю, поэтому сказано то место, которое я тебе укажу и не названо какое. потому что ты должен приготовиться к этому месту. Ну вот, примерно вот это я вам хотел рассказать. Я сейчас хочу посмотреть, может быть, были какие-то вопросы и тогда можно было бы ответить. Иногда зависает видео. Вот оно, да. Это потому что интернет такой хороший. Добрый день всем. Так, это пожелание, это пожелание. Это пожелание замечательное, согласен с ними. Да, всем привет. Ну вот, ну вот, ладно. Значит, тогда да, все, вопросов нет, может быть, возникло. так что сегодня вечером начинается день Иерусалима, просто вот завтра Шаббат у нас. Сегодня день Иерусалима. Всех поздравляю, желаю счастья, здоровья, здоровья, здоровья. Шаббат, шалон, ну и до новых встреч. Пока.